Дорогие друзья Что диктатор Лукашенко Его время в стране подошло к концу О том, что Старая власть Время старой власти уходит И приходят новые времена Мы уже делали Видео о России О ее судьбе, об Украине О ее судьбе, о Беларуси О ее судьбе И Арчена не раз уже говорила О том, что Возвращаются старые паттерны Возвращаются старые паттерны То есть старые программы Она не называла конкретно Какие именно программы возвращаются Я могу сказать Проблема всего нашего Постсоветского пространства Это постоянное возвращение К диктатуре И это возвращение Оно исходит Из глубины веков К сожалению На территории Российской империи Очень долго сохранялось крепостное право Тогда, когда уже давно Весь мир Вся Европа была свободна В России люди были порабощены Потом это привело К ужасным последствиям В 20 веке Когда Произошла Так называемая Великая Октябрьская революция И пришла диктатура Опять диктатура То есть диктатура Тогда ее называли пролетариата Но на самом деле Это была диктатура В общем Новой Коррупционной верхушки Каждый раз Россия Вступает на эти грабли Диктатуры И страны Которые раскалываются То же самое Вы знаете Что Лукашенко Он много говорит о том Что Вот вы вспомните 90-е годы Вы вспомните Что мечтали о зарплате 20 долларов Потому что Тогда Была эпоха Это Объективно Сложилось так Что очередная Диктатура Рухнула Многие задаются Вопросом В чем были Истинные причины Обрушения Советского Союза Сейчас Молодое поколение Этого просто не понимает А люди постарше Как это всегда бывает Вспоминая свою молодость Часто Витают в некой Иллюзии О том Что Тогда Все было хорошо Если бы тогда Все было хорошо Страна бы не развалилась Она не развалилась Там просто Потому что Были продажные Какие-то Верхи Она не развалилась Просто из-за того Что там было Влияние Какое-то Извне Нет Главная причина Развала страны Что она была построена Изначально На диктатуре Если вы Знаете Что главенствовала Коммунистическая идеология Которая в принципе Утверждает Безбожие Безбожие Не веру в Бога Она отрицает Базовые Основы Человека Его Желание иметь Частную собственность То есть За то Что вы занимались Бизнесом Вас сажали В тюрьму Просто-напросто Страна Была Полностью Построена На лжи И отсутствие Свободы Те кто помнит Те времена Они знают Никакой свободы Не было вообще Не было никакой Свободы Не было Никакого Бизнеса В принципе Поэтому Не было Никаких Свобод у людей И тотальная Тотальная Коррупция И тотальная Ложь То есть Все знали Что пропаганда Вещает одно А На самом деле Люди живут Совсем по другому Вот это и есть Диктатура Понимаете Советский Союз Проиграл Прежде всего Экономически Потому что Оказался Абсолютно Экономически Несостоятельным Деньги Любят Свободу Деньги Любят Частную Собственность А когда Государство Когда Тирания Все контролирует То экономика Оказывается В конечном итоге В коллапсе То что И произошло В Советском Союзе Потому что Жизнь Те кто жил В Советском Союзе Знают Была Бедная Бедность Плюс Коррумпированность Страшный верхов Отсутствие Каких-либо Свобод Железный Занавес Все это Стало Той причиной Почему В 89 В 90 В 90 Все Начало Развалиться И в 91 Уже Все просто Было Обречено И поэтому Страны Которые Образовались На месте СССР Это же не просто Так произошел Развал Потому что Никто не хотел Быть С центром Который Стал Банкротом Который Доказал Свою Неэффективность Все захотели Построить Свою собственную Страну Свой Собственный Успех Но к сожалению Вот эти Паттерны Диктаторские Они сохранились И любая Диктатура Она оборачивается Всегда Катастрофой Поэтому Развал 90-х Это Было Именно Следствие Развала Диктатуры То что Потом К сожалению Пришло Уже вновь Образовавшиеся Страны Потому что Паттерн Сохранялся Ведь Эти лидеры Тот же Лукашенко Они же Все выросли Из Диктатуры Поэтому Опять Этот паттерн Возвращается И везде Мы сталкиваемся С этим Будь то В России Будь то В Казахстане Будь то В Белоруссии Опять Мы видим Уничтожение Свободы слова Опять мы видим Зажимается бизнес Опять мы видим Верхи Коррумпированы Потому что Нет Никакого Пути Другого Развития Прогрессивного Человечества Кроме Как Демократия Демократия Это не Американцы Придумали Я Так же Как и вы К американцам Не с большой Симпатией Отношусь Это в Греции Придумали Еще в Древней Греции Это единственная форма Демократия Означает Правление Народа То есть Когда вас Слышат Когда вас Уважают Поэтому Те кто Сделал Демократию Ругательным Словом Это как раз Те самые Хауи Лишь Лишь Заферментировал Он Лишь Заморозил Процессы Которые Должны Были Произойти В стране Посмотрите Сейчас Россия Она прошла Через эти Бандитские 90-е Через этот Развал И она Процветала Пока не Начали Опять Закручивать Гайки Поэтому Белорусские Предприятия Они должны Будут Для того Чтобы Модернизироваться Развиваться Они должны Будут Перейти В частную Собственность Они должны Будут Привлекать Инвестиции В первую очередь Иностранные Инвестиции И в первую очередь Из страны Которая Является Главным Экономическим Партнером Белоруссии То есть Из России Должны Прийти Инвестиции Для того Чтобы Модернизировать Это все О многом Важном Еще предстоит Нам поговорить В будущем Поэтому Пожалуйста Подписывайтесь На наш канал И до новых Встреч на наших Видео До вас Сай Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует